всем доброе утро сегодня такое красивое небо могла вам не показать так я тут готовлю завтрак пожарила тост ой немножко пережарила и пожарила их сыром смотрите жарим хлеб ой я тут руками перевернула можно еще дожарить мне очень-очень нравится жареный хлеб именно на сковороде до яшки я тоже немножко поджарила так вот аппетитно выглядит я еще смазала аджикой что у нас сегодня будет такой завтрак и разделим пополам вот такой батончик мюсли кофе еще попью так что вот такой вот у нас завтрак видите какой жареный получается тост это реально очень-очень вкусненько так то что я на своей мартышкой не моя мартышка там уже встала стала сидит опять раскраску раскрашивает да все в зеленом все в зеленом заячек ты чего все зелено красишь что ничего себе кнопки а тебе другие цвета совсем не нравится ваши детей есть уже любимый цвет в этом возрасте помню когда милана рисовала у нее все было как-то цветное яркое да два цвета коричневый и зеленый да только потом не забудь закрыть да все кстати вставай пойдем завтракать а потом мы позавтракаем соберемся и пойдем гулять с племянником состроена детскую площадку всем кто завтракает вместе с нами приятного аппетита кушай кушай ну как вкусно я опять в ванной буду сейчас тонировать волосы снимать желте дно вчера специально не мыла волосы и хочу сегодня попробовать немножко иначе я дуэт я всегда наносила тонировку на немножко влажные даже мокрые волосы сейчас я хочу это попробовать сделать на полностью сухие волосы подержать так тут написано держать не вижу что-то мне кажется около 20-30 минут зависимости от того какой у вас оттенок волос я буду держать 20 минут и наносить прям на сухие грязные волосы так перчатки есть комплекте но они одни почему я всегда забываю купить перчатки туда-сюда бегает так мне надо это все делать очень быстро потому что нам надо и все уже гулять буду использовать одну перчатку вот видите фиолетовый я помню первый раз когда купила такой еще лет так пять обратно когда я только перекрасилась блондинку мне так было страшно я купила знаете какой-то вот я не помню какой-то такой более бюджетной и когда я покрасила им волосы продержав там минут наверное 15-20 я обалдела во-первых цвет волос у меня был такой как с фиолетовым оттенком в некоторых местах как серо-седой не знаю а вот с этой тренировкой тьфу 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 пока что ничего никаких проблем но все равно в любом случае все волосы у нас у всех разные поэтому надо очень аккуратно так скажу я вам на сухие волосы тонировка ложится как-то не очень решила я все-таки уложить немножко волосы иначе тонировка совершенно не укладывалась на сухие получалось как-то пятнами я намочила и теперь расчесываю я тонировку накладываю на пол головы все остальное расческой учёсываю и она спускается вниз так как у меня низ всегда светлее чем вверх поэтому я низ не тонирую никогда только вверх но в принципе как я вижу получилось неплохо вроде как может быть там внутри не осталось еще не закрашена но я там не вижу тонирует это следующий раз так прошло минут наверное 7 пора эти смывать так на волосы были не сильно рыжие посмотрим что получилось я собралась высушила волосы ну что я вам скажу наносите тонировку на влажные волосы на сухие все-таки это не работает по крайней мере мне было тяжело на сухие волосы именно размазать поэтому в некоторых местах мне кажется поэтому я осталась такой желтоватый оттенок но ничего страшного я через пару дней повторю просто еще раз и все так что вот так вот мне нравится нормально так да я жку тут уже готова покажись а покажись а покажись зайк смотрит малыша реки все мы будем выходить гулять у нас намечается вроде как дождь вот так но в любом случае рискнем поедем погуляем у нас намечается в следующем году у нас Субтитры сделал DimaTorzok Даяшка просыпается. Проснулась девочка? Девчулечка. Так, я думала тоже дневночка. Ой, блин, поломано немножко жалюзи. На улице солнце, но честно, такая обманчивая погода. То жарко, то холодно, то нет ветра, то ветер есть. Да, обманчивая погода. Ты, девчулечка, крохотылька, поднимайся, вставай. К нам едут уже сестра с племянником. Утром мы ездили к ним гулять, ходили. Сейчас они едут к нам. И мы поедем в Икею. Погуляем как раз, в Икею зайдем. Так, погода прохладная. Я думаю, пора одевать этот костюмчик. И вообще, мне кажется, что он стал уже нам немножко маловат. Так, к этому костюмчику было бы идеально. Так, какую-то жилетку. У нас жилетки нет. Ой, скоро пальтишко уже можно будет одевать. Кстати, эту куртку я буду продавать в том году. Ой, я ее купила в том году. Мы так один раз одели на часик. И не смогла ее продать. Не знаю. Может быть, в этом году удастся продать. Надеюсь. Так. А, и надо майку. Майку, майку. У меня все зеркала грязные. Какой кошмар. Так, майку. Вот эту, наверное. Да. Так, майка. Все. Пойду собирать свою крошку. Будем выезжать. Ты, Соня, посмотри, какой костюмчик мама тебе приготовила. Будешь такой костюмчик одевать? Он не промокнет. В нем не будет ни жарко, ни холодно. Но. Он ничего промокнет. Не промокнет. Сейчас оденем, покажу, как он нам. Мама, вчера промокнул. Вчера промокнул? Да. Так ты вчера его не одевала. Ты первый раз сейчас будешь его одевать. Ты чего? Даяна, поворачивайся. Это просто нечто. Ты такая красотка. Боже ты мой. Ну вот как раз сейчас и в садик. Там буквально пару месяцев на улицу одевать. Я думаю, или не стоит такой костюм на улицу в сад. Не знаю. Но мне очень нравится. Я думаю, обязательно надо заказать размер побольше. Это я брала с Алиэкспресса. Не знаю, есть ли у меня ссылочка, но он просто шикарный. Вообще никаких ни затяжек, ничего нет. Нигде ничего не порвано. Посмотрите, все просто идеально. А что ты там делаешь? Там свечки, да, стоят. Одну еще надо поставить. Один, два, три. О, три. Ну что, поедем мы тогда в Икею, да? Самокат не надо. Самокат оставляем дома, Зайка. Мама, мы дома и везде. Теперь хочет везде этот самокат таскать, но я не хочу в Икею брать. Она будет пытаться на нем там кататься. А там нельзя кататься. Так что, все, мы пошли. Ручку маме. Посмотрите, сколько лычи. Обалдеть. Там еще дальше, еще, еще, еще. И вкусная, спелая. Даяшка, Даяна ходит, кушает. Надо будет приехать, какой день набрать. Так как это ничего, это просто стоит около дачных огородов. Вкусненько тебе? Ты только смотри, раскусывай, там могут быть сюрпризы. Что ты там уже спрятала? Сиди под попец. Хитро. Взяла, спрятала, все. Так, мы вернулись домой. Я почти ничего не покупила. Так, чисто мелочи. Так, сейчас. Вешалки. Еще, так как тех нам не хватило. Такие маленькие полотенчики. Даяшки. Вытирать лицо. Так. Купила еще такие контейнеры. Очень удобно. Там для бисера. Всякие такое, знаете, маленькие мелочи. Так. Ты козявка, Даяна. А где мои контейнеры еще? Так. И купила. Что-то спрятала. Купила себе постельное белье. Два на два. Такое нежно-розовое. Такое пудро-розовое даже. В последнее время мне очень нравится этот цвет. Поэтому я решила себе тоже взять. Так. И заходила в магазин Максиму. Купила вот такие подстилочки. Для тарелок. Это пойдет в Миланину комнату. Забыла вам показать. Купила еще такие контейнеры для еды. Очень удобно брать с собой. Так. И купила. Даяшки вот такой был дождевик. Не знаю. Вообще потом поняла. Но подожди. Сейчас открою. Зачем я это купила? У нас есть дождевик. Дракончик. Но... Не знаю. Посмотрим, если в садик будет актуально. Он без подкладки. Видите? Вообще полностью. Не знаю даже в какую погоду носить. Но посмотрим. Если не пригодится, в любом случае можно кому-то отдать другому ребенку. Так. Сейчас я... Надо разобрать пакеты. Мне сегодня сестра отдала то, что ей не понравилось. Заказывала она себе патчи на Алиэкспрессе. Ну, не знаю. Сейчас положу в холодильник. Буду потом пробовать, как мне подойдет. Скраб для бани. Но посмотрим. Попробую. Ей не понравилось. Крем масла для тела с шелком. Так. Кондиционер. Масло. Маска. Так. Что это еще? Шампунь. Так. Тоналка. Но это, наверное, мне не надо будет. Я как бы одной тоналкой пользуюсь. Так. Крем-шампунь. Тоже миниатюрка. Еще одна тоналка. Ну, посмотрим. Так. И... А, это корректор. Корректор. Все. Как хорошо, когда сестра рядом. Дояшка тут стоит. Молочко себе открыла сама. Я не могу. Ну, там чуть-чуть осталось снять. Молодец. Сама смогла. А зачем это снимать? Я уже тоже не сниму. Так можно пить? На. Допьешь? Не допьешь? Духая самостоятельно. Пока мама была занята, сама открыла, да? Положить теперь это в холодильник. И пошли в комнату. Мы с Дояшкой идем открывать новый пазл. Это щенячий патруль, который нам подарили на день рождения. И мы до сих пор его не распаковали. Не было времени. Изначально было много подарков. Ты рада? И где? Щенячий патруль. Щенячий патруль, да. Так. Ножницы где? Не знаю. Не знаю. Сама принеси. Сама принеси. Принесу. Мне не жалко. Так. Все. А, нет, не все. Ну, рви. Дояшке мокрая майка. Она только что суп ела. Ну, давай, давай, давай. Тяни. Тяни, тяни. Давай я подниму. Ты тащи. Раньше это делала я. Я очень люблю распаковывать что-то, открывать. Кто любит распаковывать? Особенно подарочки. Так. Еще пакетики. Так, давай я сейчас все. Так, тут какие-то карточки. Что это? Это же щенячий патроль. Да, карточки щенячий патроль. 24 карты. Классные какие, яркие. Так, давай карточки потом. Сейчас пазл будем собирать, да? Так, на этот сначала собирай. Сейчас соберем, покажу, что у нас получилось. Сейчас мы вместе справимся, да? Сейчас мы с Доёшкой собрали пазлы. Доёшка быстрее меня собрала. У нее было на 30 деталей. У меня на 48. Я взрослая. А ей 3 года всего лишь. Обалдеть. Очень красивая картинка. Какая тебе картинка больше нравится? Какая. Какая у тебя, да? Так, теперь надо придумать новые пакетики. Так как все пазлы у меня... Так, беспорядок. Так, это не пазлы. Пазлы вот у меня. Все в одной коробке. Пакетики закончились. И коробка тоже становится уже мала. Надо, кстати, перебрать. Так, что-то, мне кажется, не хватает пазлов. Видите, кто еще не видел, я пазлы складываю по пакетикам. Так я очень много экономлю места, так как все коробки от этих пазлов занимают нереально много места. На днях надо будет пойти купить эти пакетики еще. И тогда уже поставим новые пазлы туда. Очень-очень удобно. Так, тут у меня беспорядок опять. У мастера надо сюда. А, еще вот пазл. Тоже щенячий патруль. Тоже надо в пакетик его. Кстати, смотрите, что у меня есть. Кто знает, что такое? Это орбизы. Их надо заливать водой. И ждать какое-то время, пока они набухнут. И потом получаются такие, как шарики большие. Ну, как большие. Ну, гораздо больше этих маленьких. Завтра вместе с вами и сделаем. Как раз дояшки, я думаю, будет очень интересно. Я высыплю их в тазик. И она сможет как раз с ними поиграть. Мне кажется, она сегодня, завтра, послезавтра будет постоянно собирать эти пазлы. Так, все, оставляем до завтра. Будем уже собираться ко сну готовиться, да? Поэтому будем сегодня с вами прощаться. Всем до завтра. И всем... Всем пока-пока. Всем пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok